Вы знаете что, я на данном этапе вообще, когда думаю обо всех первых, вторых, третьих волнах вот этих всех антигейских историй, мне так и хочется призвать, вообще говоря, и Госдуму в том числе заняться чем-то более серьезным. Не потому, что я считаю, что, скажем, этих людей не существует. Мне кажется, что такой проблемы не существует. Существуют проблемы детей, которые просто живут без семьи и приблизительно каждый из нас понимает, в каких условиях, как бы нам не показывали красоты и широты и так далее. И мне кажется, что просто на уровне законодательных актов это оговаривает. Послушайте, столько вещей. Давайте мы не будем разрешать усыновление людям, у которых родинка с правой стороны, потому что возможно. Мало ли что. Я, честно говоря, мне вообще не нравится волна вокруг геев, потому что Владимир Вольфович Жириновский, вообще-то говоря, когда он со своей ячейкой партийной обсуждал всю эту историю, как лучше поступать, он, несмотря на то, что ему часто, его, так сказать, перу часто принадлежат высказывания, ну, всяческие, в том числе и так себе, вот, все-таки он сказал, что чем больше мы об этом говорим, тем больше мы просто кричим вот это вот волки, волки, да, тем в большей степени общество постоянно будет искать волков. Давайте посмотрим на что-нибудь другое. Я не думаю, что это нужно делать. Потом, вы знаете, что? Вот те люди, которые создают пары, прочные, любящие, надежные, уважающие друг друга, им вообще по нынешней жизни памятники надо ставить. Вообще не важно, кто это. Ну, честное слово. Те животные, которые создают пары, те люди, которые создают пары, все. Вот я, наверное, на этом ограничусь, и мне просто кажется, что любой, каждый шаг человека, чему у нас сейчас в России стремятся, не надо прописывать в законах, потому что пошагово у нас организуется такое общество с точки зрения законодательства, которое скорее похоже на карательное, нежели на какое-то предупредительное, на какое-то вспомогательное, да. Очень многие ведомства, в том числе и Госдума, хотя оно не является ведомством, очень многие образования государственные вдруг почувствовали себя карательными органами. И на самом деле, мне кажется, среднестатистическому человеку от этого очень трудно жить. Очень трудно. И ВИП, и ШМИП, и геям, и негеям. Просто трудно, когда ты понимаешь, что ты всем должен. И никто за тебя не заступится ни при каких обстоятельствах.